игры для nintendo switch теперь будут стоить по 6300 рублей sony планирует концентрироваться на блокбастерах и мобильных играх а энтузиасты нашли давно потерянного капитана блада все это и многое другое в этом выпуске новостей на рестарте недавно совершенно внезапно пользователи нинтендо switch обнаружили значительное повышение цен на игры ну все как конец новости расходишь обнаружилось что одна обычная игра изданная нинтендо про нинтендо это очень важный пункт теперь будет стоить 5400 рублей а так сказать люксовая игра которым относится зельда и smash bros они будут стоить аж по 6300 рублей сказать что русские хэймеры офигели от как бы ничего не сказать на нинтендо switch у нас теперь наконец доступен 6к гейминг куда там playstation 5 своими 4к 60 fps здесь конечно очень и очень много нюансиков вообще почему это произошло да все очень просто на самом деле рубль с каждым днем стоят все меньше и меньше кого за это благодарить вы знаете и без меня и так получилось что для нинтендо россия относится к европейскому региону и в теории мы должны цены для наших игр считать в евро года получается что одна обычная игра стоит 60 евро евро у нас в районе 90 рублей вам 5 400 ну а зельда которая стоит 70 евро как почему-то люксовая крутая здоровская игра 6300 и в данный момент это касается только игр изданных нинтендо то есть вот этих вот мифических нинтендо эксклюзивов а также на днях цена подняла и беседа поэтому skyrim doom eternal вольфенштейн эти игры теперь тоже стоит по 5400 и это все полный отстой но это касается только е-шопа собственно онлайнового магазина нинтендо которым управляет типа глобальная нинтендо при этом есть же еще российская нинтендо которая отвечает за физические копии за картриджи которые вы можете купить в магазинах и цены на те же самые игры на картриджах подниматься пока не планируют об этом официально заявила нинтендо россия то есть игры на картриджах как стоили 3 700 так они и продолжат стоит 3 700 и это все как бы ладно цены в принципе поднимаются увидели вообще сколько картошка стоит я офигел как бы отстой но ничего удивительного давайте политические разговоры оставим для других более компетентных для этого каналов и для тех кому не насрать вообще-то тут интересно другое потому что как обычно вылезли наши любимые персонажи игра жур талантливейшие люди которые когда-то или или в данный момент пишут для настоящих игровых изданий это настоящие игровые журналисты профессионалы своего дела вообще-то на зарплате между прочим эти ребята очень любят последнее время отличаться крайне умными высказываниями и вот очередной персонаж который зажал мне нинтендо вью в 2016 году я тебя запомнил говорун ну то есть я я написал в нинтендо тогда он тогда был представителем нинтену пиарщиком я такой я я вот делаю видос про игры давайте вы мне видео зашлете я сделаю обзор на вас не тогда 1100 подписчиков было он такой если ты так любишь вью то пойди и купи ее сам вот мне часто говорят что типа нинтендо мне денег за не заносит все время за это ну как вот так вот нинтендо работает с блогерами но он там давно не работает я не уверен что он там делает сейчас это неважно короче он сказал что нинтендо это вообще-то элитное развлечение и повышение цен это даже хорошо под всяких говноеды не будут лезть к нам вот в нинтендо бойства какой молодец вот только настоящий философ способен сказать такие умные слова человек просто зрит в корень он он понимает жизнь на совершенно другом уровне нежели мы вот с вами нищие крестьяне здесь не всем дано понять что видеоигры это элитное развлечение для богатых людей а то что вот 6000 рублей это ну типа треть месячные зарплаты большей части россиян в принципе а в сша ну 60 баксов это ну как бы для многих это меньше дня работы но это как бы не имеет значения это от лукавого и вообще мы знаем что прозападная пропаганда мы вот в россии и в россии в духовной великой стране видеоигры это элитное развлечение для богатых если вы владелец нинтендо свич у вас есть типа вот этот вот кусок пластика вы себя официально можете причислять как минимум к среднему классу и заявлять что вы богатый успешный человек который может позволить себе видеоигры можете гордиться да вот это вот типа учим буквы кинули люди в дискорде смысле люди с патреона благодарим их потому что наконец мы можем знать что такое буква f на фоне предыдущей новости можно было бы даже сказать что цена на игры нинтендо и беседы на нинтендо свич это просто настоящий грабеж однако это не совсем правда потому что настоящее ограбление происходит в игре варфейс в легендарном бесплатном шутере новый сезон ограбления с новой спецоперацией в которой нужно ограбить банк с новой пвп картой и сотней уровней боевого пропуска кроме этого новый сезон боевого пропуска завез новую броню оборотни которая доступна в бесплатной версии всем желающим а также четырьмя пушками если вы никогда не играли то это отличный момент чтобы начать а если играли и бросили отличное время чтобы вернуться в варфейс огромное количество как пвп так и пве контента для любителей первого аж 10 разных режимов а для фанатов второго полтора десятка спецзаданий с огромной реиграбельностью включая миссию в припяти варфейс бесплатный и доступен на всех платформах даже на нинтендо свич ну а если решите играть на пк через steam то рекомендую ссылочку в описании по ней получите подарочный набор для новичков а если вы уже играли но на время забили на игру то подарок получите все равно совершенно внезапно всплыла игра о которой все уже давно казалось бы забыли одиссея капитана блада из давних давних времен когда еще был жив русский геймдев вот тот вот самый народный замечательный когда корсары были вот вот kings bounty помню вот было время были сначала слухи что какие-то админы удалили все файлы по игре и поэтому игра не вышла потом были разговоры о том что 1с не смогла выбить себе возрастной рейтинг для xbox 360 версии игры и все это затянулось и потом просто забили были разговоры о том что 1с и западный издатель игры не смогли как-то там поделить деньги и опять же все это затянулось и просто забыли что произошло на самом деле не известно и не факт что мы когда-либо это узнаем но тем не менее полная версия игры а игра была закончена она вот уже вот 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 уже мастер диск лежал его просто не могли отправить в продажу так вот законченная версия игры попала к непонятно кому каким-то людям в интернете а также попала к изданию dtf и они даже опубликовали обзор на эту игру но куда интереснее полное прохождение то есть летсплей игры полный которая постепенно выкладывает какой-то чувак в интернете которому внезапно досталась эта игра сожалению игры пока нет на торрентах и неизвестно появится ли она там когда либо вообще что же можно сказать о самой игре выглядит как видеоигра на самом деле во первых она очень красивая потому что она мультяшная стилизованная и поэтому даже до сих пор по графону она смотрится отлично во вторых я очень хочу выделить потрясающую анимацию прям очень кайфово все эти персонажи бегают перемещаются бьют друг друга и выглядит игра просто супер но если верить обзору той же dtf то говорят что там огромные проблемы с гейм-дизайном и опять же я смотрел геймплей который выкладывает тот чувак и видно что он одним и тем же ударом закликивает врагов так что явно с боевой системой там были проблемы если вы не понимаете то свое время это должен был быть такой слыша рок по типу году вор но явно с боевой системой что-то намудрили и она далека от веселой тем не менее если задуматься если бы эта игра все-таки вышла в 2010 году как это и планировалось изначально я думаю она свои 7 из 10 получила бы без проблем как типа крепкий середнячок как принято называть и сегодня мы скорее всего по этой игре ностальгировали да и кто знает может быть один из перестала тогда делать игры если бы капитан блат заработал денег поэтому печально для меня печально втройне потому что я эту игру очень ждал я был огромнейшим фанатом корсаров там ждал капитана блата еще когда он был типа с реалистичной графикой потом ждал когда он стал мультяшный и так далее и тому подобное и хотелось бы очень конечно в него поиграть но в первую очередь все же просто очень печально что игра не вышла тогда когда она должна была выйти и не получила свою долю популярности в результате чего весь этот пиратский гейминг просто загнулся наконец-то друзья мы долго ждали каждый выпуск мне просто приходилось оправдываться за то что sony творит фигню но наконец-то у нас идут хорошие новости из стана playstation вышло очередное замечательное расследование известного журналиста джейсона шрайера и он там рассказал что sony планирует концентрироваться больше на блокбастер там какие-то опять недовольные разработчики сидят вот ну вы знаете этим разработчикам им лишь бы ныть и вот сторонние студии заявляют что sony не дает им работать и заставляет помогать их главным студиям ну типа naughty dog делать их вот хиты делать их last of us и uncharted the god of war но им не дают типа раскрыться его творить свое в том числе в подробностях рассказывают историю о том как студия sony band которые сделали игру day is gone очень хотели делать продолжение вторую часть но sony просто запретила а знаете почему потому что несмотря на то что day is gone был финансово успешной игрой он был не слишком успешной игрой плюс игру пресса загнобила на метакритике у игры в районе 70 процентов из 100 и это недостаточно хорошо для sony а значит сиквел нам не нужен в принципе полностью поддерживаю зачем распыляться вот на какие-то мелкие проекты на какие-то эксперименты на типа кому это надо это одни сплошные убытки плохая пресса и ну в принципе незачем когда у тебя имеются студии типа naughty dog игры типа last of us part 2 можно просто продолжать фигачить эти блокбастеры собирать миллиарды быть самыми успешными и продавать больше всего консолей day is gone не продает консоли last of us продает консоли также там была еще одна история про студию visual arts которую sony создала чисто чтобы она конкретно помогала своим крупным студиям создавать главные проекты то есть эта студия занималась там motion capture-ом какими-то дополнительными эффектами на подхвате короче делала всякие детали и видите ли им захотелось проявлять больше творчества они захотели сделать свою игру и не тайком от sony начали делать ремейк первого last of us sony увидела это сказала да молодцы мы у вас забираем игру теперь ее будет делать более талантливая команда вы вообще-то на подхвате сидите вы фигли тут свои ресурсы тратите на непрофильные проекты очень правильное решение очень хороший менеджмент со стороны sony можно здесь наблюдать ну то есть подумайте вы организовали конкретную студию которая занимается конкретными вещами она начинает делать какую-то фигню и плохо справляется со своей основной работой ради которой она существует поэтому пришли как бы руководители sony дали всем по голове и заставили их дальше продолжать работать над тем на чем они должны работать а именно помогать другим студиям делать блокбастеры ну и да тут же можно сразу обсудить то что да действительно sony сейчас делает ремейк первого last of us а и вроде бы как они работают над перезапуском серии uncharted это как бы две главных основных франшизы у sony на данный момент и sony планирует их очень активно развивать в том числе сделать ремейк первой части last of us замечательная идея я считаю то есть они планируют взять первую игру у которой как бы недавно уже выходил ремейк на playstation 4 а теперь они полностью перенесут на рельсы второй части то есть будет замечательная графика обязательно я уверен добавят два уровня травы потому что это по гениальная идея просто которая добавила много уровней глубины геймплею last of us 2 как бы главе и теперь видимо это будет и в первой части также я очень надеюсь что они перепишут немножечко сюжет первой части чтобы она как бы больше подходила под сюжет 2 то что второй части есть некоторые несостыковки в первый но вторая часть настолько офигенная там настолько потрясающе работают с персонажами то очень надеюсь что они как бы в первый но немножечко немножечко вот диалоги перепишут ну чтобы под вторую часть все лучше подходило не подумайте первая часть тоже великий шедевр но вторая часть вы как бы сами знаете игра какого уровня настоящее вот приключение на твоих пальцах вот это вот прям чувствуется я хочу чтобы первая часть была такая же они как бы работали вместе в тандеме вот это будет просто пушка но и uncharted тоже как бы история нейтана дрейка была завершена в четвертой части они как бы говорили что все как бы uncharted больше не будет но блин uncharted такая офигенная франшиза ну типа кто не согласен я вообще не понимаю какие игры вы играете вы поиграть в 4 uncharted это просто невозможно это до сих пор одна из крутейших игр возможно даже намного лучше чем last of us часть 2 она играется ну просто ты бежишь стреляешь там типа там есть момент короче где ко мне и ты можешь выстрелить в камень и камни типа по склону по физике будут падать это же просто обосраться и такого больше нигде не видел в играх я просто даже не знают наверно намного лучше чем last of us часть 2 такие эмоции которые были у меня во втором uncharted мне кажется у меня у меня таких эмоций не было даже когда мой первый сын родился поэтому до чтобы не быть лжецами sony планирует перезапустить uncharted это будет как бы новая игра но она будет абсолютно такая же но новая чтобы как бы ее можно было продавать чтобы людям просто было понятнее что это не старая игра абсолютно новая пока не сообщается будет ли она там про нейтана дрейка или можно будет сделать fm версию uncharted а вообще-то это просто tomb raider как бы ничего не сообщается ничего не известно мы на самом деле даже не знаем есть ли вообще такая игра и делает ли ее кто-то просто это сказал джейсон шрайер я сразу настолько обрадовался я просто был так счастлив когда услышал эти новости что решил обязательно вам об этом рассказать я бы очень хотел перезапуск серии uncharted чтобы я снова мог бегать и лазать по одинаковым склонам где ты просто жмешь вперед и нейтан просто лезет и где нельзя проиграть и еще я бы очень хотел больше однообразных простых паззлов и конечно же обязательно безумного сюжета про ацтекских зомби в общем короче я даже не помню что было уже в оригинальных uncharted я даже на самом деле не играл в них но я настолько хочу перезапуск uncharted я верю в sony я знаю что они не сделают фигню поэтому как бы ждем релиза я верю что sony снова сделают шедевр но перезапуск uncharted это на самом деле полная фигня потому что приходят куда более впечатляющие здоровские новости из стана sony я же говорил вам что sony просто рвет на этой неделе и я не врал потому что sony объявили что они ищут руководителя на новое свое подразделение которое внимание наберите воздуха в грудь как как говорил классик да будет заниматься полностью созданием ответвления популярных франшиз sony на мобильные телефоны а я же говорил это настолько офигенно мне кажется даже намного круче чем ремейк the last of us и в описании этой должности говорится внимание что этот человек должен будет развить план и стратегию для вот мобильных игр от sony на следующие пять лет и sony прям на полную вкатывается в мобильный рынок это официально это эксклюзивная новость реально круто только задумайтесь мы сможем играть в the last of us и в анчарта прямо на наших телефонах это же просто обалдеть во первых у нас у всех действительно есть телефоны и мы все можем на них играть вот вот геймпады устаревшие на самом деле полная фигня sony постепенно почему вводят touch панели на свои геймпады что играет на touch и вот просто тыкая на поверхность намного удобнее чем вот эти вот кнопки устаревшие но типа механика это полная фигня но согласитесь сенсоры намного круче и поэтому на мобильных телефонах студии sony вот эти вот блокбастерные крутые студии они смогут наконец-то в полную меру раскрыться подумайте только temple run но только uncharted и нейтан дрейк такой бежит там камни падают надо золото собирать вообще великолепно подумайте the last of us но только это симулятор гольфа и ты такой оттягиваешь и шарик как бы летит и клюшкой бьет в общем по голове и вообще здорово же будет офигенно просто нет смысла об этом спорить эта новость великолепная нас ждет огромное количество замечательных игр я просто у меня от возможности у меня просто крыши едет сразу я хочу clash of clans по году вор и ты там типа строишь свой городок и ты значит своего кратоса с пацаном отправляешь на задание даже не они не 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 нафиг нафиг the last of us но только эта копирка на fallout shelter и ты там можешь строить свое поселение можешь отправлять там свою или там свою ибби в тыл врагу как бы вот столько столько возможностей офигенная новость я просто как прочитал я сразу начал хлопать аплодисменты аплодисменты sony огромная я не могу дождаться я не могу дождаться первых игр от sony на мобильные телефоны ведь у меня есть телефон я уже могу на нем играть видеоигры ну и в конце еще одна немного спорная новость многие из-за этого бугуртят но я как бы считаю все правильно сделали потому что ибо нефиг как говорится вот вы слышали что sony закрыла свои магазины для playstation 3 playstation with и так далее и правильно сделали потому что ну ну серьезно нафига держать сервера для старых консолей на которых никто не играет там игры старые с плохой график и типа кому это нафиг надо в конце концов видеоигры это развлечение для элита если у вас нет денег на playstation 5 чё с вами не так вообще вообще человек может вам на завод пойти чем вы занимаетесь своей жизни скажите мне как вы вообще можете называть себя геймером если вы не играли в the last of us часть 2 типа вообще нормальный это нормально вообще я считаю нет так вот sony закрыла значит эти самые магазины но зачем-то оставила возможность людям скачивать игры которые они купили раньше я думаю это чисто вот вот из-за американского капитализма из-за всей этой фигни типа ну ну как бы человек купил игру и у него эту игру как бы отобрали если бы убрать возможность скачивать а за это наверно в америке можно засудить или осудить это вот как вам ближе говорить так что вот вот для этих сраных американских нытиков sony оставила возможность скачивать игры но вдруг оказалось что для этих игр нельзя докачивать патчи ну в целом как бы в этом и так не было смысла потому что раньше игры выходили нормальные на дисках сразу это вот сегодня нам надо патчами все все допиливать допиливать раньше игры нормальные выходили но для некоторых игр видите ли эти патчи необходимо чтобы играть в онлайне я просто офигеваю с людей нашли к чему придраться какой онлайн в какие игры на playstation 3 можно играть в онлайне вообще-то есть одна онлайновая игра называется playstation битва сильнейших которую чуть было не понял это все из-за нинтендо дрочеров у которых как бы есть жалкая копирка смеш-брос для дебилов вот а у sony есть великолепный ну был к сожалению великолепный playstation all-stars битва сильнейших но он тоже не зашел то что игру засрали вот нинтендо бои странные которые даже и не купили но не и уже засрали поэтому какие патчи для какого онлайна зачем вообще людям эти странные старые игры с плохой графикой я абсолютно не понимаю это какой-то бред мне это совершенно ну непонятно я современный человек есть современные красивые крутые игры вы видели вообще demon souls на playstation 5 спайдер мэн майлз моралес это же просто нереально там такой графонами такие волосам каждая ворсинка сука как у пиксара прорисована просто можно обосраться какая там крутая графика поэтому я считаю sony все делает правильно она концентрируется на правильных проектах она срезает траты там где эти траты не нужны и вкладывает деньги туда где эти деньги нужны да то есть в блокбастеры в крутые игры типа the last of us часть 2 а также в мобильные игры потому что на мобилках играть это очевидно будущее мобильные телефон они с каждым днем становятся все сильнее и сильнее как я уже сказал у нас уже она есть великолепное мощное устройство на котором можно играть в игры это просто великолепно sony смотрят в будущее аплодируя стоя до хозяин будет сделано хозяин так вот прилетели новости что sony все-таки не будет закрывать магазины на playstation 3 и playstation вити и это по мне просто офигенные новости во первых это означает что sony на самом деле слушает игроков можно с полной ответственностью говорить что мы вот мы конкретно я конкретно выйдем и самое важное для бренда playstation и совершенно неважно что по статистике на старых платформах играет полтора с половиной человека это не имеет значения sony все равно будет поддерживать свои сервера не потому что вот вы могли подумать что sony вот это вот делает из-за того что блогеры какие-то развели срач но это все полная фигня на самом деле sony это делает она вот готова тратить деньги ради тех полутора человек которые до сих пор сидят на старых платформах и они готовы тратить миллионы на то что вот эти вот полтора человека могли продолжать играть ведь если ты покупаешь платформу playstation playstation заботится о тебе только настоящая геймерская компания как sony могла сделать такой щедрый жест для игроков кроме того это означает другую важную вещь это означает что у sony до сих пор есть живая актуальная портативная консоль вы вот думали что nintendo switch это единственная актуальная портативка это все нам показало что ps свита до сих пор живее всех живых так что спасибо sony за счастливое детство отдельное искреннее спасибо конкретно джиму райану за то что он принял это судьбоносное решение sony в очередной раз показали кто же батек на этом рынке и какая игровая платформа на самом деле имеет значение покупайте playstation 5 так вот господа многим из вас знаком такой персонаж как николай дыбовский он лицо студии i speak lodge он представитель игры more утопия которую многие из вас знают и что куда важнее многие из вас очень любят а кроме того он преподаватель высшей школе экономики в москве так вот внезапно начали прилетать обвинения николай дыбовскому в том что как обычно он педофил маньяк и насильник и вообще трогал 15-летних девочек там где их трогать определенно не стоит и как бы ладно но история постепенно стала становиться какой-то совсем поганенькой во первых начали появляться разговоры о том что эти обвинения они как бы происходит уже какое-то время высшая школа экономики даже проводила расследование по дыбовскому и не выявила никаких как бы неподобающих нарушений с его стороны но это обвинители не устроило они продолжили травлю и вроде как даже пошли разговоры о том что высшая школа экономики подала в суд на обвинителей потому что они защищают как бы репутацию своего преподавателя и в том числе самих себя но потом высшая школа экономики сказала что никакого суда нет они вообще ничего не планируют вообще никак к этому они относятся короче история абсолютно мутная кстати очень важно знаете что как обычно жертва предпочла остаться анонимной и рассказывает свои обвинения через какие-то левые аккаунты дыбовский естественно сам вышел и сказал что он прекрасно знает от кого идут эти обвинения и он прекрасно знает что все эти обвинения лживые и когда как бы пошел разговор о том что будет конкретный суд за клевету и так далее начались визги о том что о нет дыбовский пытается засудить меня опять привилегированная как бы высшее богатое сообщество травят простых людей и когда как бы жертве начали говорить что типа у тебя же якобы есть доказательства ты должна радоваться суду знаете что она делала она естественно всех этих людей банила в твиттере потому что естественно все это происходит в твиттере я время от времени понимаю здесь подобную тему что постоянно пытаются кого-то затравить за канцелить и так далее и те кто меня смотрят знают мою точку зрения мы как бы не будем защищать педофилов насильников и прочих отвратительных людей но вы как бы доказательства предъявляете потому что вот это вот пустые слова основанные ни на чем это какая-то полная фигня что это за пустые разговоры что за пустые обвинения но в этой ситуации мне стало все ясно в один момент когда человек представляющий обвинителя в твиттере это такой тупняк что нам приходится разбирать какие-то дебильные срачи в твиттере ну ну да ладно человек обвиняющий дыбовского в твиттере начал использовать терминологию из разряда ой мы даже не можем нормально заканцелить насильника сразу понятно что вы здесь делаете вы не идете в полицию хотя у вас якобы есть доказательства вы пытаетесь заканцелить человек вы пытаетесь испортить ему жизнь основываясь на чем ни на чем но это во первых а во вторых конечно же пошел сбор денег пожалуйста кидайте деньги бедной жертве на адвоката потому что божечки мои у нас есть все доказательства мы сто процентов выиграем суд но но деньги пожалуйста кидайте а то чё вы как эти вы что не поддерживаете угнетение или я даже не знаю как это обсуждать замечательно дебовскому же сил и удачи где наша компания за бакалавра ты чё охерел но обвинения у него были что на пару еще пьяный ходит и он такой ну бывает похмелье приду иногда ну чё такого ну с кем не бывает ну как бы да но он просто сидит бухает вместо того чтобы мор утопию доделывать ты офигел мужик давай ну чуть такое а знали ли вы друзья что в разработке находится новый bioshock кто мог подумать я уже даже забыл что типа что-то такое как bioshock существует но оказывается действительно делают ну теоретическую четвертую часть но я подозреваю что это будет такой тип перезапуск серии но реально bioshock был уже сто лет назад и выясняется что божечки божечки но новый bioshock будет шутером в open world студия разработчик cloud chamber выложила вакансию типа они ищут программистов которые умеют писать искусственный интеллект для людей в открытом мире ну и они также заявляют что новый bioshock будет трипл эй шутером в открытом мире амбициозным ну как бы все как полагается и это как бы да я я не знаю я мог бы здесь долго распинаться о том что bioshock это игра в первую очередь про историю и про иммерсивность что практически невозможно сделать в open world можно долго рассуждать о гейм-дизайне вот а стори тейлинге в играх и так далее но просто хочется сказать что судя по всему нас ждет очередной far cry кстати bioshock infinite гав resident evil 4 знаете что выйдет в яре и я его с радостью обязательно пройду если я куплю к тому времени себя какой-нибудь шлем хотя я я очень и очень целюсь в окулос квест 2 ну так вот само то по себе это офигенно и обсуждать здесь нечего но мне хочется пошутить все мы шутим постоянно про тода говарда и skyrim мол купи skyrim сюда купи skyrim туда резидент evil 4 портировали и перевыпускали намного большее количество раз чем skyrim поэтому давайте хорош вот эти вот шутки про skyrim какой-то резидент evil 4 чуваки нас был резидент evil 4 для моушен геймингу нас он теперь будет для вяру он был на gamecube на playstation 2 на playstation 3 на playstation 4 на xbox 360 на пика у нас аж 2 переиздания короче так много версии resident evil 4 что просто офигеть ну и под конец еще немножечко свежих новостей угнетения в разработке находится diablo 2 resurrection ремейк великой той самой великолепной игры diablo 2 и кстати насколько я знаю некоторые уже успели поиграть в нее на каком-то альфа тесте закрытом или типа такого но не суть вышел внезапно такой продюсер оригинальный diablo 2 и заявил что вы пацаны цензурить ремейк то потому что они там слегка изменили одежду волшебница и амазонки прикрыв некоторые и филейные части он оказался очень сильно этим недоволен и сказал что это сраная цензура как обычно прогибаетесь под современный изменчивый мир это полная фигня так что создатель оригинальный diablo 2 крайне недоволен ремейком я же в этом смысле хочу сказать что постоянно придумывают всякие оправдания типа это типа то это на самом деле было наше изначальное видение и вообще тоже боевая женщина почему она будет у нас значит ходить голая и так далее и тому подобное все это друзья полная фигня не верьте никогда таким оправданием разве что они будут ну очень много иметь смысла найти полностью осмысленные логичные но в реальности скорее всего приходят продюсеры и такие давайте не будем привлекать к себе лишнюю негативную прессу давайте как бы ее при оденем однако все равно надо сказать что diablo 2 выглядит крайне сочный я все-таки очень жду релиза должно быть прикольно но посмотрим будет ли у нас опять warcraft reforged на этом друзья у меня все надеюсь вам понравился этот выпуск спасибо огромное за просмотр обязательно пишите комментарии все мысли по темам которые были в этом видосе да я по остальным темам в принципе тоже согласно ли вы с обвинениями в адрес дебовского считаете ли вы что новое направление sony она действительно великолепно и они действительно делают исключительно правильные вещи концентрируясь на блокбастерах и забивая на все остальные игры прямо как microsoft во времена старта xbox one и мы же все знаем как каким прекрасным в итоге вышел xbox one и ждали ли вы в свое время одиссея у капитана плода как и я хотите ли вы в нее теперь поиграть по экрану ползет список замечательных людей которые финансово поддерживают этот канал на сайтах патрон и бусте огромнейшая бесконечная им благодарочка благодаря им мы можем развиваться и делать к наш контент постоянно все лучше и лучше спасибо за просмотр и увидимся в следующем видосе херни наговорил какой-то 6к гейминг я короче когда на дважды 2 был меня заставили сначала все новости прочитать чтобы я такой разогрелся типы чтобы я такой весь на веселе вот а потом такие ну все теперь можно заново все снимать нормально так теперь очень сложно очень сложно потому что надо говорить про sony я уж понятия не имею что я здесь делаю очень правильное решение да сука это слишком сложно еще было блять в анчарте я еще понятия не имею новый мерч скоро будет доступен подписчикам патрона подписывайтесь там вы только подумайте мы сможем играть в uncharted и взялась мне просто в голову пришла шутка я еще скажу ну блять она такая смешная блять какие серии ваще у sony есть кроме uncharted the last of pass да хозяин мы уже здесь столько херни наговорили на резинка в зубе лопнула пошел мне кажется я немного перестарался теперь вырубить саркастичный режим потому что я не могу я не могу отключиться у меня теперь голова только так шутку